Наши, поскольку мы в миру сначала женились, а потом уже венчались, уже будучи мирскими служами, блудскими соединенными. Получается, что наши жены не готовы идти дальше, до тех пределов, которые влияют в то, как мы идем? Я могу сказать только несчастный человек и мученик при жизни уже. Не дай бог это. Я просто не имею, у меня другое. Я женился, когда был верующий, и она была верующая. Но предварительно перед тем, она уже от меня набралась всего. Она была учительницей, уже в школе начала проповедовать, ей знали, решили право учительства. Я ее уже взял, говорится, готовенькую. И поэтому у меня нет вопросов пост соблюдать, ехать, куда она сейчас там на коленях молится за нас. И если я утром в 14.40, она уже ждет на молитве. Бывает, я сел за стол, но, как говорится, она забухтела что-то там по-своему. И надо где-то. Ну, я могу, у меня силы больше. Я ложку положил, встал в угол, молюсь, Богородица делала радость, а пропелла-то благодатная. А вернулся, она стоит рядом молится. Я только села, она никак не договорила. Я вот вчера-то там-то, ты вот это вот, там тебе не надо было-то. А жена не и учит мужа. Я ни слова не говоря, опять на икона. Три раза я ушел, не доел. И это такая казнь, она сготовила, а я не ел, ушел на работу. Все. Больше она к этому приближается. Но я твердо держу эту линию. Понимаете? Здесь как ты себя поверишь. Не так, что я сильно, да я ее размажу, я оборони Бог, бить или что-то. Ты ее не возьмешь с чем-то, только любовью. И при том, надо помнить, это немощный сосуд. И не потому, что я ей там, говорится, переломаю кости, и будет плохо. А потому, что, говорит, чтобы не было у вас препятствий в молитвах, Павел говорит. Самое большое беда несостыковки с женой и неурядности, когда в разнобой пойдет молитва. Она не будет, а я буду молиться в другой комнате. Это трагедия уже. Понятно, чтобы не было препятствий в молитвах. Это самое ценное. А когда мы вместе молимся, она с ничего больше не разделяет. Посреди нас Христос. Я говорю не только о себе, а о той ситуации, которую я сейчас наблюдаю у наших же прихожан и так далее. У православных христиан. Может быть слабоживущих, но тем не менее, в этой ситуации жены не готовы идти на исповедничество. Женам удобно жить в городе, а не уходить из города. А выйти в городе, действительно, соблазном больше. Ведь понятно, что, допустим, выбирая, допустим, для того же ребенка школу, он даже выбирает первого учителя. И часто бывает учителя не поблизости. То есть наши семьи желают большего удобства мирского. Знаете, я теоретизировать могу перед вами. Ну вот, он только женился, он не только родился ребенок, вот он как сидит. А ребенок, допустим, уже не слушается. А ребенка-то уже два года, уже большой. И он уже ребенок руководит ими, и они там, бабка там все. Я им говорю, ребенка дайте мне на недельку сколько-то, а ребенок совершенно другой будет. Ко мне в лагерь когда привозят, там есть на форуме, вы видите, Яша плачет. Из Каннска привозила одна Анна. И он в кружку у меня плачет, дальше прекращает плакать, ничего, дальше по мне этого нет. Ну а если она не такая, не могу я вам дать совет такой, который... Я нашу ободу, как говорится. Мой ободу не подходит. Она уверовала раньше. И вот я сказал ей, а она по-своему сделает. Ну, допустим, она решила ехать в город. Мы сейчас оба в деревне находимся, ей надо там получить. А я поеду, я говорю, ты не ездишь, она не ездит, но я уехал. И она без разрешения, а она уехала. Она мучается ужасно. А я уехала, а тебя нет, да я подумала, то другое. Я не разговариваю, но ты делал, ты сама с нее хозяин. Она падает в ноги, прости меня, я вот уехала в город. Я не знаю как, да я не хотела, да вот у меня деньги кончились, надо было пенсию получить. Я не разговариваю еще. Да, конечно, она уже все вижу из себя и сходит. Тогда она молитву, давай, пошли молиться вместе. А на молитву еще поцелуй. Ну это только позавидовать можно. А вот такой еще момент. Часто дети в силу наших грехов, в силу нашего недооценки этих опасностей, ну по разным причинам, оказываются компьютерно зависимы. То есть, ну и холодные, скажем так, молитвы, да? Вот, понятно, что лучше вариант решения этой проблемы, когда родители сами подают пример горячий разлиг Бога. Я понимаю, это самое лучшее. Но, вот, тем не менее, как бы, князь мира сего, он берет свое, и это обрудая не только по своей семье, когда ребенок, в какой-то момент упустили момент, он пристратился к страсти компьютера. Известно, что дети через компьютер становятся очень холодными. То есть, они к общению... Они бесноватыми делаются. Они просто... Они больны там. Они буйны бесноватые. Это хуже наркомания. Пороть вас надо, вас. Конечно. И каждый день по сорок. Ну, согласен. И отмачивать, а потом дальше. Как же ты мог допустить? Ко мне привозят в лагерь таких детей. А я их очень быстро узнаю. Заходим в храм, окна открыты, все открыто. Бац, парень упал. Ребенку 12 лет. Бредно. Его вытаскивают на скамейку, на улицу. Заходят. Все за Наня. Сапфира упала. Сапфиру за руки, за ноги выносят. Заходят. Третий упал. Эти сидят, глазами хлопают. Дальше я разбираю, в чем дело. Все компьютерные игры. Сатана не терпит Ладана. Сатана не терпит. Священник прошел, походил. Я их знаю, в чем дело. Что делать? Я нахожу с чужими детьми, что делать? А ты со своими не можешь. Так вот и хозяин-то. У меня в лагере такая дисциплина. А это вот воспитатель. Вот воспитатель перед вами сидит. Ко мне приехал в гости начальник летного высшего училища. И он посмотрел. Только у меня такой дисциплины нет. В летном военном училище. За столом ни одного слова, даже шепотом. А подать. Напротив стола, в шапочках, в форме дежурные стоят. Смотрят. Показал первую половину, сразу выполнили. Вторую добавки дали. Третью дать. Или показал вот так вот. Молока дать, значит, чай, значит, они знают. Вот что сказать. Каждый знает жест. Легви спать ни одного слова шепотом. А почему? Я вам объясняю. В Англии такой порядок. Если в общежитии. Дважды нарушил покой, тишину. Лишаешься права на общежитие. А он засмеялся. Он подходит. Кто смеялся? Никого нет. Так, быстренько одевайтесь. Выходите на улицу. Все выходят. Два часа. На два часа много ребенка стоит. Разбиваем на четыре дня по полчаса. В руки, в руки, как это винтовка тебе. Стой, карауль здесь. Он стоит теперь и звезды считает. А я, бывает, приду их вместе все соберу. И с ними тогда гуляю. А все спят. Беседу. Когда боги рассказывают, так они готовы умышленно нарушить, что-то как пойти еще на этих беседах побыть. Ему на всю жизнь это зарубка. Он все это слышит, видит под звездным небом. Но мне бог даст положить на сердце, что сказать. Почему же мы допустили? К ним приезжают начальники лагерей другие. Дети, которые в других лагерях были. На ней прыгают и кусками хлеба кидаются. У нас как сидит за столом. Вот стол. Вот даже еду сейчас, видели. На кусочек. Вот стол. За него подбородок, за вертикаль, чтобы не заходить. Подчеркнул. Синхронно беру руки. Поел, чашку залезал, дежурному показал. Дежурный махнул рукой, чашку опрокинули. За все лето ни одной ложки погибшей пищи. Тебе что? Что мешает? Я каждый год занимаюсь другими детьми, чем в прошлом году. Новенькие. И они все ходят, говорится, по одной плашке, по одной струнке. А если на будущий год компьютерные, которые игры были увлечены, детей уже не принимают. Ввожу новое в правило, проголосуем за это. А молитвное правило какое-то вы встречали, как молиться за детей, которые своими этому подвергались? Я не верю в это. Хорошо, эти католики назвали святого Исидора. Там, за компьютерными играми смотреть и проще. Я в это не верю. Вечер это именно о молитвном проявлении. Я должен рассказать им. Значит, встать на молитвы. Но у меня нет. Я говорю теперь уже за пределами своего дома. И такие, которые дети были, я давлю в первую очередь на родителей. Я им такие примеры. У меня на форуме, если это как ребенок бесноватой игры не дали, другой, она мать утром встала, говорит, что ты делаешь? Ну, уже эти. Он сводил нож и сразу мать зарезал. Это все на форуме стоит. Ты этого хочешь? А если не так? Все вдребезги, разнесло, разобью, даже праха не оставлю. И все кончилось. Это мое право, мое дитя. Этого не было. Я не разбил ничего. Когда ребенку 18 лет, то уже... Ну, так ты-то 18 лет. Он же не 18-летним родился. Вот он начинает. А у меня вот зять такой, он там меня бьет. Я говорю, а зять как попал? Как? Так на моей дочери Валюше женился. А ты Валюша где взяла? Так я же родила ее. Так она у тебя была в очреве. Ну, да. Ты ей песни пела? Ты ей музыку давала слушать в очреве? Или чем ты? Сбиталась-то. Как ты ее так могла воспитать, что она змея Горыныча и избрала вместо ангела и привела в дом? Так поделом тебе, что он тебя табуреткой хлещет. Неси это их, это твое. И не ропщи, мать. Терпеливо переноси. Убьет его, значит, пойдешь в Сарство Небесное. Молись за зятя. Молись за них. Молись. Начинает молиться перелом в семье. Нельзя делать другим. Ты милостынюю жертву. Находи обращение. А то он с работы придет, дорогой зятюшка, а ты на нее смотришь, как он вот старая змея Мегера под колодной. Он тебя так зовет. Он тебя будет маманька звать, на руках носить. Я свидетель этого. С любовью можно слонам на волосинке вести. А со злобой на веревке овечку не утащишь. Это все в тебе. А это вот теперь вот эти молитвы, семикратно в день прославляю тебя. Наши люди, которые знают, они постоянно звонят в наши общины. Помолись. Я уезжаю. Так кто звонит. У меня такая нужда заболел. Комальнирский отец Василий вышел. Говорит, начни с себя. Ну так уж, каждый должен начинать с себя. А встречи, как вот встретиться, если нам встретиться? Это ваши вопросы. Их вопросов сейчас было не меньше 30 уже. Это уже может составлять... Я вас позамил меня. Нет, нет, нет. Я к тому говорю, что... А это ваши вопросы, они вполне божи были бы для других ваших товарищей, если бы он собрал за других-то. Я его понимаю. Это Василий сейчас договорил, что он собрал своих прихожан, когда я приеду. Это моя стихия с людьми беседами. Нет, ну, каждый почти пожертвовал для себя нужное, полезное. Вот я... Ну, это как нужно решить? Если мы решим, вы можете как-то... Ну, если поедем назад, там, это как-то можно. И мы не обещаем ничего, потому что мы не знаем, где будем. Но... То есть это один из вариантов, даже вполне допустимый. С отцом Василием почти договорились уже. Он говорит, как сообщите, когда приедете. А мобильный телефон есть у Вас или нет? Вот он здесь. Вот он. Вот он вверху. А вот на мобильный телефон. Вот он мой мобильный телефон. Но здесь мы не отмечаем, потому что здесь высчитывают... Ну, у нас другая карта. Нет, если мы звоним Вам, Вас не высчитывают. Высчитывают здесь. Здесь мужчины. То есть, если бы я дома был, тогда не мужчины. Но я в пути. А мне не с чего. У меня купили телефон кто-то, положили деньги. Я никому не звоню, кому надо, если крайне стоит. Я бряфон и скорее закрыл его. А они теперь знают, мой телефон высветился. У меня ничего нет. Я всем обладаю. Как Павел говорит. Понимаете? Если не люди, которые со мной живут, они же слышат, скажут, ну скажут, разобрался старик-то, что он брешет-то здесь. А они этого не скажут. Они знают, что это именно так. Вот что у меня есть, вплоть до рубашек, это все кто-то мне купил. Я все почистую, все давным-давно разбазарил. Квартиры там, которые дома вот эти получил, все они подписаны. В доме, в одном у нас это церковь основана, молимся. Другой, который там, пришлось там, верующий брат, никакой, во Христе. Он все оформил на себя. Я все дела свои передал. Ну, кое-что еще держу на себе. Это молитва и форум. МФ. А скажите, пожалуйста, вот вы у себя, вот, поселение, скажем, как вам правильно? Потерявка, поселок Потерявка. Потерявка, да. Все-таки юридически как-то защитили, чтобы, допустим, не селились посторонние. Это невозможно. Это будет вопреки Конституции Российской Федерации. Если вы землю купили, допустим... Ее нельзя купить. Вот, допустим, нет, секунду. Вот, как я знаю, опыт такой делает. Приобретают землю, оставят на нее и приглашают селиться на другие. Он один, допустим, один. Это он может сделать. Здесь мы не можем. Статус придан государственный. И приезжают люди, где они будут селиться, если земли никакой нет. Поэтому, если приезжают люди, будут земля нарезать и дальше. Мы не можем ограничить сами себя. Петлю на себе затянуть. Мы это знаем. Такой вариант прорабатывался. Там приезжали первый год. Давайте мы тут откроем колбасный цех. Или там будем гнать водку, паленку, там что-то. Я в другом говорю. Я говорю, то вы, грубо говоря, предприниматель, ну, грубо говоря, продал бизнес в связи с этих глобалистических вещей, против которых мы не принимаем. Он продал бизнес. И купил, грубо говоря, 100 гектаров земли. 100 гектаров земли. И поставили, допустим, грубо говоря, поселили из 5 семей. И говорят, пожалуйста, сильнитесь с другими. Ну, с вашими правилами, которые вы обозначили. Не логи, не матерись, не курить и так далее. Если он это правило... То есть, пускай поставят дом, да? Если он это правило нарушил, то ему говорят, извините меня. То есть, вы должны уехать. Он не уезжает тогда, но напоминает, что земля это не его. Вот. И тогда ему... То есть, хотя бы из какой-то речек воздействует на этот человек. Я понимаю, что... Нет, это будет антиконституционно. Каждый гражданин имеет право передвигаться и жить в любом месте. И поэтому у нас, если люди уезжают, то добровольно. Мы не можем правила наши написать, вопреки Конституции. Превалирует на земле Конституция Российской Федерации. Мы обязаны войти. Дресс-код наш, это для нас. А которые приезжают посторонние... Я не говорю, что ты сиди, пока принесут, там платочек наденут, и придешь там. А я не желаю. Ну, она пройдет, в штанах выйдет, я не могу ничего. Завтра сто цыган приедут, поселятся. Ничего нельзя сделать, но они не поселятся. Там молитва и все выжжено. Там статаня место. Там молитва и пост. Батюшка объезжает, все это коррпит водой. Приезжают люди, вот этот, который один начал пить. Ну, мы собрали собрание, предупредили. Выехал, все. Мы ничего не делали, как крестный ход сделали, а это нам не запрещено. И крещу моего духу уже нет по сегодняшний день. Мы знаем великую силу нашего Христа, который слышит избранных своих. И мы нигде, ни в одном пункте не посягнули на права Российской, Конституции Российской Федерации. Почему нас власти терпят. А тут сразу возникнут такие вопросы, слова проблемы, я ненавижу просто. Я его не употребляю, а есть нерешенные вопросы. И у нас все это было бы по-другому. Ну, вот так у нас пока. Может, где-то сумели бы они по-другому. Там земля, у тебя нет земли, а ты съезжай. Для меня это звучит уже не по-христиански. Какая земля тебе, дворшина тебе, какая твоя земля? У нас именно так, что совесть на первое место. Мы беседуем, говорим, дальше объявляем пост. Ты хочешь молиться, Ваня? Давай тебе будем молиться, чтобы у тебя по-другому было. Мы призываем к молитве. Батюшке никаких рычагов нету. У нас есть сейчас, там один пьет. Мы ничего не можем. Батюшка запрещает, допустим, с соглашенными вместе будешь стоять в притворе. Прошло время, он не пьет, теперь опять заходит. Но больше нет рычагов никаких. Один рычаг любви, молитвы превыше всего. Вот у нас положено, в лагерь нельзя заходить в брюках женщинам. Но она приехала в санэпидемстанцию, посланная. Я ее не пускаю. Она сидит с документами, ей надо там по лагерю работать. Я запускаю, и прокурор, прокурора я запустил. Я обязан, потому что прокурор проверяющий. Милиция, а в милиции приехали одеты непотребно. Я их всех переодеваю. А та стоит там, но меня допустите, мне нужно посмотреть, как у вас дети живут. Понимаете, я ее довожу до полного изнеможения. Все уже за стол, собирают. Сейчас буду их гостей кормить. А она за станом там сидит. Но у меня на первом месте не правило моя, а любовь. Ее надо принять. Я ей подхожу и говорю, Анна Ивановна, вот это у вас бумаги, уполномоченные. Вы их можете в портфеле оставить, не заносить, а просто как частный человек зайти? Конечно, могу. Она вставила сумку, теперь я тебя не из санэпидемстанцию принимаю, а вас лично, Анну Ивановну, которую уважаю, вы хороший человек, но у вас нет юбки. Принесли она вот такая широкобедра, ничего нету. Никогда принесли ей кусок материи, она обмотнулась, я ее завожу. Я ее накормил. Но ей-то охота проникнуть в кель и посмотреть, какое белье, что вас интересует белье. Но вы, Анна Ивановна, вы как частный гость. Да-да-да, я ее теперь то, что она хотела с папкой пройти. Я ей то же самое дал. Я выполнил ее. Зачем она приезжала? Она уже не скажет теперь, что я ее не кусил. Я пустил, но она все время сама себя ущемляет, что никуда не выпустит данные эти. Понимаете, здесь на каждое слово надо мудрости просить у Бога, как поступить-то. Вот ребенок у меня пришел, на пляже был, там у нас пруд наш, и он пинал, раздевалку. У них птички пришли, сказали, что Валера не пинай, у нас жаловости нельзя в лагере. Но если сказали, что к старшему не идет, тогда обязан прийти и сказать, что ты почему пинал? Дурью маюсь. Я ему дал чурку, вот такую вот, теперь туда, туда 300 метров гнать ее. Ногами пинаю, догонишь до туда, теперь обратно пригони. Он больше никогда не пинался. Я должен адекватно ему дать наказание. Ребенок забывает вещи за станом. А дети помнят, кто в чем ходил. Сели за столом, дежурная мигом вокруг стана. Он огорожен у нас станом. Они отбежали, вещи все принесли, все кричат. Это Фросина, это Манина. Эту вещь он обязан взять, над головой крутить. Вокруг стана три раза отбежать и кричать. Я забываю вещи за станом. А в это время мы едим. Если он ко второму успеет, его второй, первый уже не будет. Все, память пришел. Понимаете, на каждое действие у меня противодействие такое, что ребенок понимает, он виновен, и вот нельзя быть таким, каким он был. И они нашли большая черная стрекоза. У нас есть синяя, желтая, но черных нет. Но это черная. А один шел и говорит, а он черная стрекоза. А другой подошел, взял. А этому не надо было. Но когда этот стал ее в большой коробочке показывать, тот говорит, ну я же ее нашел. Он говорит, ну ты же ее не взял. И они ко мне идут разрешить, это спор. Конечно, не мне тут с бородой, но я занимаюсь ими. Так. Хозяин ее тот, кто ее подобрал. Но если попросит тот, ты ему покажешь. Все, я их разрешил в спорте, теперь они опять вместе. Каждое дело я должен вникнуть и посмотреть. Для него это очень важно. Так точно и в семейной жизни, и в государственной. Мы нигде не перешагиваем Российскую Конституцию. Нигде. Наши пути не пересекаются. Нас сразу задавят. И газеты, и прочее. Что мы, ну, во-первых, я знаю, чем это, какими конкретными последствиями. А вы можете обратиться в милицию, а милиция скажет, статья Конституции глазит. Каждый может поселяться в том месте, которое ему нравится. Ну ведь есть пределы, которые мы уже, Конституция, если, по сути, сегодняшний день, власть-придержащая, как правильно она называется, власть-придержащая, они, по сути, гонят со всей опорой Россию государственного антихриста. И, насколько я понимаю, в том, что приближая нас к антихристу, мы не имеем права добровольно, не имеем права участвовать в этом. Не участвовать, не одобрять, и в то же время тут нужно найти вот такой баланс равновесия. Вот мы не нарушаем Конституцию. В то же время везде действуют наши правила. У нас свой христианский устав. Во всем. Даже чтобы собаки не лаяли. У нас собаки не лают. Только когда хозяин в отбор войдет. Скотина, чтобы не болталась. Руки мазутные там не будет. То есть, да мелочи все указано. Нигде ничего не жечь. Это нигде не противоречит Конституции. Но у других ничего этого нет. У нас правило. Чужой появился, подойди спроси кто, что ему нужно. Вся деревья, как одна семья. У нас правила оговорены, но они нигде не противоречат Конституции. Нигде. Как в Штатах в Америке. В каждом штате свои правила, но они не должны противоречить общей Конституции Соединенных Штатов. Это абсолютный закон. Да иначе какое это будет государство? Я могу дом красить в любую краску, но я не могу ставить его поперек дороги. Не могу. Я должен с архитектурным отделом. Ну а дальше нам придется войти в противоречие с так называемой Конституцией, когда речь идет уже о конкретных установлении конкретных... Ну печать принять, допустим. И тут мы умираем. Мы умираем за Христа и все. У нас выхода никакого нет. Я остаюсь верным Христу и захожу. Никаких уступов, никаких компромиссов быть не может. Я христианин, и на этом все. И житие святого эпиктета я беру в основу. Они договорились с учеником. Давай, будут спрашивать, что мы будем отвечать. Я христианин. Они говорят, где живете? Он говорит, я христианин. Ну и дальше, а где работаешь? Я христианин. Ну так и казнили их. А вот еще, в апокалипсисе сказано, что тот, кто поклонится имени его, или примет печать антигрестового, или поклонится имени его, будет пить вино ярости гнева Божия. Все-таки, вот не означает ли это, что проблема, то есть, исповедание начинается еще задолго до печати антигрестового? То есть вот... За три с половиной года не задолго совсем. А он в семь лет будет царствовать. Три с половиной года подготовительное, трех старей победит, а потом три с половиной года мирового владышества. Недолго. Это все правильно сказали? Но ведь, по сути, строго говоря, ННН, который там штампует, кстати, имеется в налоговом номере, это уже номер? Сегодня? Нет. Это очень просто понять. Не продать, не купить. Вы продаете, все продаются, все покупают. Есть у тебя номер, и ННН нету, тогда этого не будет. Почему? Вот как в Америке сейчас есть. Ты посадил 12 кусок помидоров, 13 ты не посадишь, тебе не разрешается. Только для тебя, соседу дать не можешь. Ну, как это было, вот когда голодомор устраивали-то. Это будет совсем-совсем по-другому. То есть, правильно считать, что, то есть, когда вот этот момент вступает, когда без этих документов, без этих надписей ты не можешь уже ни купить, ни продать, вот здесь уже начинается. Это все уже кончилось. Это уже прямо они ставят, или она видимая, или невидимая, может на хостной ткани отобразиться. Вот еще, допустим, мы с вами подружились, мы друзья, а вы говорите, а у меня, наверное, знаете, я перед этим с вами поприветствовался, поцеловался, и буду прощаться, поприветствую, поцелуюсь. Для меня вы остались тот же самый брат. Это не печать. Это не печать, что ли? Вот и все. Но никому я не рекомендую ее принимать. Если можно, уплись до конца, ну, испытай себя, на что ты способен. И начать от отступления, компромисс может зависеть от того, что и печать будешь оправдывать. Ну, понимаем, одинаково. Почему? Один дух. А дух, это дух Господний. Одна вера. Где дух Господний, там свободу. Попы почему не могут это делать? Меня спрашивают, я говорю, вы рабы. Рабы чужого мнения, рабы епископа. Вы не даете духу Божию действовать. А что епископ скажет? А дух Божий ни с кем не советуется. Я ни разу, нигде в ответах от 4124 вопроса, которые отвечены на сайте и в книгах, я ни с кем не советовался. Ни с кем. Единственное, что я советуюсь с Библией и со своей совестью на молитве. И 10 лет, как вышли книги, и пока ни одного возражения, ну, ропот идет где-то, а адрес каждой книги, первая, самая последняя, ни одного ответа. У них ничего нет. Но попы все-таки получают, но ведь, можно ли, надо, правильно ли обобщать попов? Ведь попы же разные, есть попы, которые и... Правильно, правильно. Но пока на пути у нас встречается, ну, скажем так, 55 гонителей, и один нас поприветствовал. Так что процент совсем небольшой. А Ян Затаус говорит, из священства большая часть погибает. Больше. То есть, вот пять человек за столом, священники за столом, трое будут в аду. А Серафим три дня, три ночи поднимает руки и молится. Это настольная книга священнослужителя, третья, третий том, 501 страница. И Бог ему ответил, ни по щежой, ни по милу, как будто ни одного в России не спасается. Так что... А можно тогда вам порекомендовать заехать в Байкальск, к отцу Владиславу? Конечно. Я вот порекомендую вам, можно? А где? В Байкальске, там... А где нам? Он остается... А, скажите, в Викторе объяснит. Байкальск это за Слюдянкой. Где? За Слюдянкой. За Слюдянкой, да? Нет, Листьянка это в другую сторону, Слюдянка в другую. Ну, дорогу мы не можем поехать, у нас график. Нет, суки, стоит у вас ездить? Сколько от Листьянки, сколько к ним ехать? Нет, а от Иркутска до туда где-то километров, наверное, сто семьдесят, сто восемьдесят. Так, ну, просто для этого человека мы не поедем. Я думаю, что это батюшка, который антиглобалист тоже. Он антиглобалист. Вы его дайте на форум за день, на сайт. Я там весь, я ничего нового сказать не могу. Я высказался полностью. На форуме у меня тысячу триста тем. Тем, ты понимаешь, какой тем? И, наверное, отдельная тема. Там столько роликов, выступают какие люди, какие святые, и что говорили. Тысячу триста тем. Там оборудование о семье, о птицах, о зверях. И все это роликами, оформлено фильмами. Я просто знаю, что, грубо говоря, в этой округе, это единственное батюшки, я не говорю про отца Василия, который выступает против, вот, ямы выступают против... А сколько времени так? Я тоже побегу тогда. Давай сейчас, такси вызовем. Мы говорили до одиннадцати. Так, давайте, давайте помолимся, мы уходим. Нам очень рады уходить. Простите. Давай такси вызовем, дайте. А? Такси вызовем. Ну, коротко, просто поблагодарю, чтобы отпустим гос. Если вы идете домой. Да, да. Простите, пожалуйста. А вот уже сразу оставим, Василий Васильевич. Боже, милость, ободим не грешен. Создав мне, Господи, помилуй меня. Мечеславец и грешил, Господи, прости меня грешно и помилуй. Отец Небесный, благодарим Тебя за эту возможность находиться в этом доме. Благослови Его и живущих здесь. Довольно благословена эта беседа. Распусти нас с миром. Научи нас всегда искать воли Твоей, исполнение ее. Мы так нуждаемся. Посети страдающих за Слово Твое в тюрьмах, томящихся Константина, Александра Людмилу, неведомых страдарцев по всему лицу земли. Приготовь нас к великим испытаниям, грядущим на эту землю. Александр Невский, моли Бога о нас. Тебе, Господи, хвала, слава, чести, поклонения за все Твои милости. Аминь. Во славу Господи. Вы сказали вначале, что испытываете в общине испытание на ложь. Первое. Испытать очень трудно, и дальше покажет. Вот приезжает один человек, у него достаток, все есть у него. Но он открытый, сказал, я матерюсь. Он не солдат. Честный ответ. Честно ответил. Если он не сказал, Бадим приехал, я не матерюсь. На третий день мы уже узнали. Мы узнаем. Обстановка такая. На Фина, конечно. Он обязательно проявится где-то. Ты обманул. Давай сначала начнем. Вот ты бумага. Ты написал, что не будешь этого делать. У тебя этого нет. У тебя и делать не надо. Ты подал заявление. Тебе назначил испытательный срок. Это в течение года. Он не имеет права голоса. Это наш устав, в краевом отделе юстиции зарегистрировано. Это все официально. Вот к нам в деревню заезжают, пять дорог идут. И на каждом написано, на территории деревни курить запрещается. Если приехали женщины, у кого-то что-то купить. Из машины вылазить нельзя, а ся на брюках. Пресут юбку, оденут, тогда выйдешь оттуда. У вас зарегистрировано как местное, по закону о местном самоуправлении, да? Тебе, да. Урган самоуправления. Ну, в краевом отделе юстиции все там, устав находится, все, что положено. А детей у вас не пытались отбирать? Никак. Ну, вы же им даете сельское образование? Ну, на школу государственная, на филиал, Горщинская школа, там, сельсовет. А их как бы филиал, у нас восьмилетки. Государственная программа, дословно, но... Ну, в государственной программе есть такие вещи, как в адеологии. Ну, вот, нет, у нас нет этого. Не, ну, они, то есть... И даже повидят, и не будет никогда. А, вот, как в этом случае? У нас прививки никак, просто сказали нет, и все, а что они могут сделать с нами? У нас молитва все перешивает. Вот, допустим, утонули шесть на Азовском море в детском лагере. Я начальник, основатель детского лагеря, 40 лет. Без помощи государства тысячи детей поднять. Вы понимаете, что в каждой бы селе это было, мы бы России в один год подняли. Ну, почему ты этого не делаешь? Ты почему не делаешь? Почему ты это не делаешь? Почему мне это надо? Я 17 лет работаю в тюрьме. Нахожу все, отходы, бумагу. Там, не хватало приемников, у них выступаю. Я собираю яйца на Пасху несу, там, мало, иного администрации. Это люди, которых в Китае не вышли, когда срок заканчивается. Они к нам придут. И этот сгусток злобы выпустится сюда. Задача, кем он будет? Один вопрос. А вы посмотрели, когда они выходят, меня эти люди встречают. Он дома жену так не встречал. Как тяжело нам было. А вы в это время единственный человек приходили. Мало того, у меня еще был доступ до личного дела, как следователь. Это вообще весь неслыханно. Почему? У меня близкая дружба с паркурером края. Генерал-полковый, этот, лейтенант. Это бог так делал. Это я никто, я просто обыкновенный лап. Доступ до смертников. Ну, теперь до пожизненных где-то. Начальник тюрьмы. Пока я здесь, никогда ваша нога не ступит. На утро уже дверь открыта. Он сказал, это дело другое. Но как бог сделает? Мэр, наш мэр, входит в десятку лучших мэров России. А он ко мне на дом приезжает. Притом он голубятник и я. Когда у меня все похитили, я вернулся реабилитирован. После. То я через короткое время начал требовать возвращения похищенного. А возвращать-то нечего. Ну, то есть, по делам-то их должно быть как. И в суд идет 11 лет. Вот, посмотрите документ. Просчитайте. Сейчас Володя дадим. Я не вижу очки. А сейчас Виктор просчитает. А вот ты видишь или нет? Просчитай. Комитет по социальному и пенсионному обеспечению населения. Администрация. Ну, дальше все напечатано. Город Барнаул. Лапкин, Игнатий Тихонович. Так, что тут напечатано? Барнаул, Лапкин, Игнатий Тихонович. Нет, ну вот это-то. Вот по порядку считайте. Вот это. А, по это. Ну, конечно. Я, видимо, стоящее свидетельство имеет право на льготу, установленное в статье 16 закона РСФСР о реабилитации жертв политических репрессий. Свидетельство бессрочное действительное на всей территории Российской Федерации. 2 июня 99-го года. Понятно. И я судился. 11 лет шел суд. Вещь невероятнейшая. Если утвердил Верховный суд страны, то это уже мертвое дело, гражданское дело. А мое дело вдруг повернули назад, они отказывали мне. Президиум Верховного суда отменил на новый просмотр. И я выиграл процесс. Но выиграл дома совсем немного. 1,2 часа. Они должны были мне 11 миллиардов. Понимаете? Эта фанатека оценена была по государственным расценкам. Но у них и этих денег не было. И тогда я предложил рассчитаться недвижимостью, домами. Нам молиться где-то надо было. Два дома. Общая 226 квадратных метров. И 13 соток. В центре города. И там мы молимся. Мы начали переоборудование строить. Мэр города сразу приехал, посмотрел. А он как раз перед этим была статья в газете. Сфотографировались там по рукам и даже поцеловались. Это Бог так делает. А как вы относитесь к тому, что делают некоторые домашние церкви? Домовые церкви? Как вы к этому относитесь? Ну, смотря какая причина. Она домашняя церковь, домовая, должна быть в каждом доме. Вот. Вы в храм не пойдете. У вас жена, дети. Вот это есть домашняя церковь. Речь идет о другом. А именно о том, что он был священник. Сан Тиминцем. Ну, смотря с чем это связано. Вот у нас первые годы так и было в доме. Первую пасху встречали у батюшки иконостаса, и Сан Тиминц на подоконнике стоял. Ну, и сама она сделала первый дом. А теперь у нас храм построили, все официальные. Епископ приезжает, служит. А вы пресекались с катакомбниками? А она с какими считает? Мы как раз те и есть. Нет, нет, секундочку. Есть катакомбники, которые там, я слышал, такой, как бы старец его называют, в Дивеево, такой, и Анна. Нет. Такое? Нет, нет, нет. В Пермини, к примеру, есть... Нет, это не как. Нас считали все время катакомбами. Но мы открыто, мы действуем, открыто, работаем на государственной службе, служат в армии, но у нас присягу не принимает никто. Вот у нас строжайший, не принимает присягу, клятвы не даем. Идут в армии на альтернативной основе. Идут с бородами, возвращаются, там соблюдают посты, все как положено. У нас оружие никто не берет. И у нас на это есть твердое обоснование, на основании Библии святых отцов. Это все в одной книге, книга называется «К истинному православию». А воины, получается, православные, которые служили царя, они что получили? А мы получили свое уже. Проглотите эту желчь, которую нам накопили. Где что накоплено царями воевали? Ничего нету. Россию делить будут нынче осенью, но максимум через два года. Хьюстонский проект уже в полном действии идет. А все-таки, вот, как вы относитесь к тому, что все-таки высшая царь, а власть, ну, именно, как по мазанникам Божьим, вот, все-таки... О царе говорите. О царе договорите. Ну и что? Вот, все-таки, как ваше отношение к царям? Лучший бог избрал его. И он сам ему сказал, вы согрешили против бога. Вы отвергли меня через пороков, бог отвечал. А мы хотим, как у всех народов, у нас был царь. Ну, взяли царя. Какой царь? Царь Николай никудышный был, такое допустил, такое распутство. Да Петр Первый позволил бы это или нет? Ну, Петр Первый или Николай Первый. Да и он бы пятьсот декабристов идти сдернул, и все кончилось. Но из царей, по-христиански, лучшего Николая Второго никого не было. Он достоин колонизации. Как христианин, он, понимаете, в другом сфере был, чем те цари. Но он же просился, чтобы патриархам поставили это. И все промолчали все. Я не говорю, правильно или неправильно, но факт есть факт. Да. Вот так. И поэтому будет царь, принимаем, нету. Мы трудимся. А что сегодня царя дать, когда говорит, без царя в голове? Его сметут. А вот так вот священники, клиники, они же не имеют права служить, священниками быть. Там есть небольшое такое, как бы, резюме, что при великой нужде никаких священников больше нет, кто допускается. Есть ссылка в правиле. Это очень редкое место, которое указывает, ну, хотя он по нужде принял крещение, великой болезни, болезнь его затрамбовала к христианству. Не ставили. Но, однако, когда никого нигде нету, тогда можно ставить. Ну, приходится согласиться. Вот мы говорим, мы против объединения были на то. И молились, чтобы нам не забунтовать. Ну, мы согласились. Но у них как-то проходили. Сейчас пять лет, постепенно все вошли в московскую патриархию. Кто-то к Агавангелу Пашковскому там на Украине, кто-то к Тихону Омскому. А мы никуда. Мы стоим на месте. И они сейчас не знают, что с нами делать. Признаем патриархию, патриархи все наслужат. А патриархам у нас ларион. Мы на прямой ларион. А ларион патриарху. Мы не пойдем на прямой никогда. Они сразу все уничтожат. Уничтожат общину, детский лагерь, деревню. Они сразу все уничтожат. Да. Это все выставлено в интернете. Вот когда зайдите на сайт и на форум, как у нас рабочая группа, я в епархии выступаю по этой теме. И рядом сидят пять священников, и я говорю слово перед ними. Вот в интернете, это мне не в интернете, а на занятиях в университете, задавали вопрос. Что бы вы сделали, если были патриархом? Я говорю, не дай Бог, чтобы это было. Ну а если бы было, давайте теоретизируем. Первое, что бы я сделал, я патриарх. Пошу подчиниться. С сегодняшнего дня я приказываю, не советуюсь ни с кем, я же единобластный начальник, прекратить строительство всех храмов. Чтобы государственных денег ни копейки нигде не было. Это кабала. Первое, прекратить. Так? Второе, открыть все деньги, которые освободятся, бросить на издание Новых Заветов. Третье, в один день я патриарх, я открываю тысячи училищ. Но в них я поставлю проповедовать не этих семинаристов. Я выпрошу лучших баптистов. И каждый из них подпишется, что православную догматику ни один нигде не будет задевать и трогать. Они знают, что говорить и проповедовать. А что в храмах? Теперь священники, которые не достигли 30-летнего возраста, согласно 6-го Вселенского собора 14-го правила, должны быть запрещены, ждать урещенных лет. Все, которые крещены, не в полное погружение, крестить по полному погружению. Ну и я сказал, имя свое менять не стал бы. Я в честь Игнатия Ростовского щедотворца, назвался бы в честь Игнатия Богоносца. Ну и до вечера постараюсь найти место, где бы церковная мафия, чтобы не достала, не убила. У меня конкретная программа. А они когда в Захаре, я говорю, я не патриарх, я просто ответил. Я это все патриарху Кириллу написал. Если бы вы знали, говорю, патриарх, кто вашим именем прикрывается? Что они вытворяют, что они делают? Как они обманывают народ, как они гребут последнюю шкуру, дерут с него. Такие цены назначают уму непостижимо. А люди приходят ко мне жаловаться. Ну я не патриарх, я говорю еще, у меня не избрали. Ко мне с жалобами идут. Не с одного места, а с разных. А выход есть, выход есть. Плакать и молиться. Я больше ничего не могу делать. Простирайся к Богу. А скажите, как вы относитесь к тому, что епископ Диамид каноничный или нет, на ваш взгляд? Диамид Альфёров? Нет, Диамид. Диамид абсолютно каноничный. Его антиканоничные историки. Исторжение его, снятие с вами не каноничное. То, что он сам анафемствовал, это каноничное или нет? Он сам, нет, он не имел права этого делать. Он не имел права этого делать. Он не имел права, но он законный епископ. Он остался, и его никто не имел. Ну, это все фикция. Я каждый день молюсь за епископа Диамида. Каждый день. Он в моем сердце. Но он что делал, там, вначале против мобильных телефонов, ну, тоже погнали, неизвестно, говорят, а муру гонят в тумане. Нам нужно то, чтобы люди полюбили Христа, познакомились со Христом, жили для Христа во Христе. Жили по Ивану. Чтобы мы с собой отобразили образ Христов. Я говорю, что литургия, это не служение только в храме. Вся жизнь литургии должна быть. Мы дожили ликующую песню воспевать Господа за все окружающее нас. За скорбь, печаль, за болезнь, за здоровье. Вот стонут, стонут. Не надо стонать. Вот мы нынче приобрели машину. А у нас не на что. Мы приобрели. Вот мы книг загрузили 700 с лишним килограмм. Сейчас возвращаемся только на Листь-Вярске и домой. Опять загружаемся в другой конец. Нам это надо? Это моя Родина. Вот посмотрели. Вот у меня детский лагерь 40 лет. И лозунг висит. Россия должна встать. Еще пониже. Россия это мы. А Россия должна встать? Дети скандируют. Такие сопляки. Россия это мы. А Россия должна встать? Желательно. Россия все-таки является особой закваской в мире. До нее доходили и лопались здесь Гитлеры и Наполеона. Без нее мир качнется очень и очень быстро далеко в ту сторону. Сопротивления никакого не будет. Больше ниоткуда. А вот говорите Вы пророчеством о том, что будет война, в которой нельзя православно участвовать. Ее вообще нельзя участвовать. Это я Вам докажу в течение 20 минут. Просто дам книгу к истинному православию. Достать завтра надо будет. И там есть. А я говорю Вам любители других. И Жития Святых, и Иерона, и другие. Они не воевали. Они молитвы. Мы большую пользу приносим как-то Тацантам, епископ говорил. Чем Вы своим оружием. Мы же даже для Бога. Трудиться то, что у нас есть. Мы за мир. Их каждый день просим и благодарим за мир. Но куда воевать? Кого защищать? Олигархов? Их футбольные поля яхты? Куда я отдам сына? Куда ты пойдешь? А когда Китай нападет? А перед Китаем даже не вздрогнем. 100 развернутых дивизий против одной разбросанной. Палками-бамбуками задолготся за полчаса. И он двинет сюда впред. Как бы. Уже 25 миллионов живет на Востоке. Восток весь уже захвачен. Не надо играть. Надо реально смотреть. Эти данные у меня в Игорь Помещенном. Притом говорит не кто-то о генерала армии Ивашов. Ну какие еще? О Родионов сказать. Ивашов, генерал-полковник, депутаты нашей думы. Что готовятся только к партизанской войне. Россию уже проиграли. Она уже не наша. Исходить только... Партизанская война будет успешна? Когда? Партизанская война будет успешна? Не будет. Она не нужна. Будет так, как назначена. Это лишняя кровь. А что делать? Ничего не делать. Ложиться и помирать. С Богом. Какая мне разница, что здесь будет, а я буду в раю. Какая? Вот на какая независимость? Какая независимость? Ну ты выйди на улицу и посмотри, кто у вас живет в городе. Сколько их чернявых, красивых. Где ваши русские женщины? Где девушки? С кем они? А вы не шли? Шли. Да не русские. У вас много таких. Конечно много. Во Франции уже 48% только мусульман. За последние, кажется, 15 лет в 32 раза больше мусульман стало в Канаде. Там уже все мусульманское. Воевать не с ним. Это мир совершенно другой. Чтобы... Вот Дмитрий Смирнов выступает. Он по военным силовым структурам. У патриарха. Его и выговорят. А здесь Дмитрий, неужели? Он так безнадежен. Он говорит, абсолютно. Единственное, что могло бы тормознуть маленько, если бы каждая женщина с сегодняшнего дня стала рожать 8 детей. Другого выхода нет. У нас, в среднем, 1,8 ребенка на семью. У мусульман 8,1. Ну еще непонятно. Ни херер Арафан говорил. Нам эта бомба не нужна. Мы взорвем мир мусульманской маткой. Вот и все. У них 12 детей, это не чудо. У нас не найдешь. А Дмитрий Манделеев был 17-м ребенком в семье. Вот у нас у отца было их 12 детей. Мир совершенно другой уже сегодня. Надо реально смотреть на это. А как вы относитесь к мусульманам? В моей книге 18, там показано. Я им свидетельствую. Моя переписка с мусульманкой. Она преподаватель теологического факультета в Баку. Она готова уже сегодня крещение принять. Она ходит со своими студентами, мусульманками в православный монастырь. Считает пстанты. И наша переписка на моем форуме. Заряди в поисковик. Когда зайдешь на форумы. Переписка. И там переписка. В прошлом году я переписывался с руководителем одной секты. Харизматического. На 11 лет у них был руководитель. Мы переписываемся с ним. Переписываемся. Наконец он все оставляет. Принимает крещение в полное погружение. Сейчас готовится на священника. Это реальный труд. Вместе с семьей. Жена крестится. И все это там с фотографиями. Как и город Ярославль. Это на моем форуме. Вот откройте, когда сайт. А вверху написано православный форум Игнатия Лапки. Ну вот он откнул и на форуме. Дальше регистрируйся, участвуй, представляй свой материал. Если в мейл.ру зайдете, напишите Игнатия Лапки. Ну допустим, если взять там Волохов, Виктор. То там может быть 300 человек таких. Вы даже не знаете сколько. Игнатия Лапки, я один. Вот так. Редкая фамилия, редкое имя. И вы там найдете на моем мейл.ру 3800 фотографий. Почти 530 роликов про нашу жизнь. Как мы живем, собрания проводим. Как у нас занятия идут. Вы все там найдете. Вы как будто среди нас будете. Вот Володя снимает. Он там как раз есть. Вы Николая не раз там увидите. А как вы объясните с тем, что все-таки вот. Почему этот опыт, если вы проводите от работы. Как объяснить, что этот опыт не повторяется. В других регионах. Серафим Саровскому это задавал. Задавали такой вопрос. Почему у тебя получилось? Он говорит, решимости не хватает. Ответ один. Надо решительно это все оставить. Апостол Павел сказал. Не буду есть мясо вовек. Пить вина, чтобы не подать соблазн. Ты прочитал это? Считал? Мясо ешь? Ест. Ешь мясо? Ем. Я прочитал, больше не ем. Мясо в рот. Вот и разница. Почему? Теперь спроси себя. Вино выпиваешь иногда? Выпиваешь иногда? Я в рот не беру ни грамма, ни капли. Я прочитал, для меня это конец было. Это нынче вот 50 лет, как я на этом остановился. Для меня если прозвучало, я принял это прямо от неба. Голос, не буквы в книге. Вот и все. Теперь спрашиваю. Почему? Почему ты не подражаешь Павлу или мне? Павел говорит, подражайте мне и тем, в которых видите образ мой. Я подражаю Павлу сто процентов. Вот смотрите. Нужно в церкви убрать торговлю. Торговлю должно быть. А как же священникам? Святая Десятина. Все, что ты заработал, продал, накопал в огороде, все приноси в священство. А вы живут толстопузо. Тебя это не касается. Я работаю на корабле. Я только уверовал. И вдруг я слышал про Десятину. И ты услышал. Но ведь не платишь. А я услышал, и ровно 50 лет уже я плачу 9 десятин. Из 100 заработанных рублей 90 отдают церковь. 90. На десятку не прожить, поэтому я работаю на 2-3 работах. Я это продержал в таком накале 50 лет уже в 1027-10. Почему не другой? А кто нет, есть так? Никого нет. Это мой характер. Я люблю моего Господа. Я люблю его. И услышав однажды, мне больше не надо повторять. Вот и все. Как вопрос его задать? А батюшка, как он должен выступать? Батюшка, пришли вот эти 9 из 10. Ну, в общем, даже 10. Как он должен расприезжаться этими? Что он, сколько он может из себя? А он должен отдавать. Батюшка из Десятины моей должен отдать Десятину на нищих, на сирых. Златоуст это говорит или книга. А на себя сколько он должен потратить? А это руководит он меня, за него я счет не даю. А есть правила на эту тему или нет? Нет. Это ему принадлежат. Потому что я, допустим, в одном храме видел такое. Так он не должен на себя тратить. Он даже не знает еще. Я ведь 9-10, это ему руки не отдаю. Я ему 10-10 отдал, а 8 я несу туда, где подпольно издают Евангелие. А Евангелие распространяет. Я рассказываю вам. В одном храме два ящика. Один, прямо написано, на содержание храма. А другой, на содержание священника. Его семья. Которая на священника, это одна Десятина. Вот это вторая, это на содержание храма. И третья Десятина, это книга Тавит 1-8. Просчитайте. Третья, на нищих сирных, доходи ноги. Кто щедро сеет, щедро жрет. Вот к этому относятся. Три Десятины Тавит плодил всегда. Но я решил, я никого не принуждаю, чтобы... Это какую веру надо иметь Господа? У меня вот такая вера. Я не мог отступиться. Почему вот, когда меня судили, судья говорит, вот посмотрите, Латкин, весь зал, все верующие. Почему мы никого не судим? Я тогда встал и говорю, вы слышите, что говорит судья? Идите прямо за Христом и со мной рядом сядете. Какие вы счастливые будете. Значит, нету такой веры. Вот они когда приговор уже вынесли, ну, вы поняли, что... Я вот так стою там за решеткой, я говорю, вот так шагнул два раза. Я говорю, два раза шагну и на той стороне буду. Вместе с порохом Ильей. А вы ничего не сделаете. А вот Евангелие на каком лучшее языке считать? На русском, конечно. Для русского русского, для японского на японском. А, по госсалению, все-таки у вас... У нас идет на церковно-славянском, но все библейское, Псалтырь, Евангелие, Париме, все считается на... Прямо по синодальной Библии на русском языке. Мы добились. Епископ запретил нас на три года касаться русского языка. Мы послушались, писали в синод, добились, теперь слушаем. Надо настойчиво добиваться цели. Вот меня спрашивают, ну вот препятствия, у вас были препятствия, которые бы вы не могли обойти? В одном месте так я не могу. В богослужении. Вот эти сорок, Господи помилуй. Ничего глупее не придумаешь. Господи помилуй, Господи помилуй. Это неверие. Больше, чем три раза никогда не надо говорить. Он меня просил. Вот считает канон Андрея Критского. И все, помилуй, имя Божий, помилуй, имя, это канон написан для оглашенных. Мы его составили на три части. Молитва трех частей. Первая, просительная, дай прости. Вторая, благодарю тебя за все благодарю. Написано, за все благодарите. Первая, Фессаллитистам 3,18. И третья, это архангельское словословие. Слава Суе Сыну, Аллилуйя. И вот мы канон сделали. Помилуй, имя Божий. Вторая часть считается, те же самые события, на благодарение. И третья, на словословие Святой Троицы. Народ расходиться не хочет. Кончится Андрея Критского, вот когда считается, там, первые четыре дня. А люди выйдут у нас в трапезной, сидят, поют и поют. Это такой запал дает. А почему Андрей так написал? Потому что Андрей, архиепископ Кисарийский, он подписал анафему Шестому Вселенскому Собору. И всю жизнь каялся. Просил у Бога прощения. Я не проклинал Шестой Вселенский Собор, мне это не надо. Мне надо Бога славить. И все время, Господи, помилуй, это говорит о невозрожденной душе. О мертвости. Люди не понимают, даже когда я говорю, как так, да это Андрей, не трожься, Андрей. 504 события библиотеки он перевел в покаяние. Я беру третью часть, перевожу в благодарение. А как? Ну, например, так он говорит, Господи. Неневитяне согрешили. Как тяжко они поступили с тобой. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я такой же, как эти неневитяне. Я говорю дальше. Неневитяне согрешили. Но милосердие Твое послало к ним пророка. Как Ты благ и милосердь, Господи. Хвала Тебе. Благодарю Тебя. Я такой же и жду Тебя. Я так примеру говорю. Третье. Господи. Неневитяне согрешили и пали. Но милосердие Твоему нет конца. Как Ты благ и велик. Тебя за это воспевают ангелы Хруи. И мы аллилуйя. Слава Тебе. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Это тоже самый канон, но он засвучит в другой тональности. Можно своими словами молиться. А должно быть так. Филиппистам Павел говорит, открывайте перед Богом свои желания. Свои желания. А не только. Мы читаем правила. Считаем по уставу, как положено, утренне, вечерне. Псалтыр на русском языке. Но обязательно своими словами. У нас своя нужда сегодня. Чтоб Бог нас закрыл, защитил, помиловал, открыл сердца людей, где мы встречаемся. Дал нам приют. Вот он дал. Мы здесь и не думали бы. И вдруг какой-то Виктор. Уехали. Виктор нас провожал, а другой Виктор тут принял. Понятно. Так вы знаете, мне сейчас надо, к сожалению, ехать. Знаете, я понимаю, что у вас какие планы-то сейчас? У нас планы такие. В первую очередь, завтра нерабочий день. Мы встаем в 4.40 навсегда, такое правило. Чтоб помолиться можно было, не торопясь почитать Евангелие. Но в дороге это сокращенно. Зато днем мы несколько раз останавливаемся у дороги и молимся. Доехать на Листвянке. Это у нас как бы конечный. Даже идут в Ламуде, Бурятия. Там, может быть, и русских-то никого нет. Мы ее повернули на север, так думаю. Какие там районные центры. Только два, может. Дальше у нас распределенно возвращаемся назад. Из Красноярска опускаемся мы. Там, где он отец-то этот? Василий? Нет. Из Красноярска-то. Отец Геннадий. Геннадий Абакан. Абакан. Абакан имени Силовский. Все. И на дорогу сегодня мы были у Сусольского. А как вы относитесь к идее крестных ходов? Разные крестные ходы. Это неоднозначное явление. У нас крестные ходы совершаются. Но они как совершаются вокруг храма, когда праздник прессонний иконы обнесли и все. Но бывает иногда тяжкое состояние. Один человек у нас начал безобразничать и не выезжает. Никак, ну безобразничать и ничего нельзя сделать. Тогда батюшка предупредил. И если ты не выйдешь, мы сделаем крестный ход. И к нему еще один пристал. Снова батюшка его предупредил. Тогда он вечером прибежал, он упал и просит прощения. Не захватите меня. Тогда утром крестный ход. И мы прошли вокруг, захватили его дом и пришли домой. К вечеру его уже не было, а сегодняшний день. У нас великая вера и сила. Его как будто бы огромный торнадо сдул и больше никогда не было. Крестные ходы должны быть, как Иерихон, когда нуждают. Беда какая. Начался этот куриный гриб, скотина, дохлый, то обнивили крестный ход по всей деревне. Батюшка шел, водой закрапил, дьяхом держал его, закрапила. У нас никогда ничего не бывает, ни болезни. Я за всю жизнь от той таблетки не съел. А вот крестный ход из Барнового в Карабельниково. Мы только думали в Карабельниково. И когда приехали туда, попы вызвали милицию и натравили. Буйные, бешеные псы. А почему? То есть вы в самом крестном ходе участвовали? Нет, не участвовали. Мы приехали на машинах туда. И прошли по всей деревне, в каждый дом. 450 новых заветов раздали. И только в трех домах нашли новый завет. А почему так, попы, отношение такое? Ну знаете, написано такое. Апостол Павел Галатов говорит. Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Больше никак. Ничем нельзя. Они не с баптистами, не с баптистами, не с баптистами, а с баптистами, а с баптистами только нам. Потому что мы показали, это не православие, что у них. Православие это чистота, это нежность, это целомудрие, это братство, это возвышенность, это прорыв из этой тьмы. А там ничего нет. Вышел с такой мамоны перед народом. Почему к народу, Бог, не идешь-то? Нет, ничего и про поведение. Я еще объясняю. Вот наша сестра Нина с нами там ходила, и она у одной бабушки спрашивает, что у вас есть Евангелие? Есть. Она выносит сонник, вот такой толстый сны. Так это сонник. Так это божественная книга. Я говорю, Евангелие вам нужно? А что это такое? Ну Евангелие? А, я думал, что это помянник. Ну все надо, отец Роман помянет. Народ дурной, глупый, оболваненный попами. Потому что слово-то Божие не говорят. Да, они не говорят. Не говорят, да. А если он говорит, то говорит так, говорит, глаза заказит под потолок, сам не знает, о чем говорил. А вот Георгий, он же катехизатор в храме. Он что? Катехизатор. Оглашает. Ну это прекрасное дело, но если он знает и говорит, как должно. Вы должны на первое место вывести слово о Христе. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие всей твари. А дальше? Ты не выйдешь к катехизации, пока не будешь обречен силой Духа Святого. Апостол сказал, говорит, сидите и ждите обетованного Духа Святого. И будете мне свидетелем до краев земли. Вот мы идем, вы сидите. Разве это есть? Мы идем, вы сидите. Так мы идем-то только маленький отрожек, куда мы идем. Так мы идем-то не с пустыми руками. Вот только сейчас за одну поездку 750 килограмм только литературы раздаем. Каждый христианин обязан проповедовать Слово Божие. Каждый христианин. Всюду и везде, где ты здесь. Но раз я это услышал, проверь в сегодняшний день, кому ты засвидетельствовал, кому говорил. Когда ты вчера встречался с кем, кому ты засвидетельствовал, кому показал Христа. Вера и дела это выходит. Да. Ираком так и говорит. Вера и везде он мертва. Если подадите, говорит, чашу холодной воды, напоите пророка, получите награду пророка. Это ваша награда, чтобы у вас остановились. Мы этим самым выполнили долг Божий. Я сегодня просил, ребята, не надо заезжать. Его нет дома, поехали скорее за поле. На поле дальше уедем, мы сразу сворачиваем лесополосы. Мы бы, если бы они меня послушались, ну они своевольничают. Ну, мы-то перед Богом ходим. А понимаете как? А у нас, видите, такая свобода, что я не диктатор. Я такое только предложение дал и в угол опять закатился. А они дальше катаются, делают как хотят. Спасибо, Господи. А на крючок вопрос. Вы говорили, дарит Святого Духа. Какие признаки? Да, Расвятого Духа. Ну, сравнивается, первое, со Священным Писанием. Сходится это или не сходится. Ну, проще сказать так. Вы хотите какое-то дело сделать, но духовно оно будет или нет. Нужно четыре вопроса ставить. Четыре вопроса ты отвечаешь положительным, начинай делать. Даже не сомневаешься. Ну, допустим, ты решил вот эту квартиру разменять на большую. Или из Иркутска переехать в Ташкент. Первый вопрос ставь. Так, что я ищу, духовного или телесного? На бумаге. А бумагу напиши. Плюс, минус. А дальше, если я сделаю то, то что будет положительно здесь? Духовного или телесного ты ищешь? Разобрал здоровье. Что об этом говорит Святая Библия? Третий вопрос ставь. Не судит ли меня совесть за то, что я сейчас вот это делаю? Совесть обратиться в свои. Потому что совесть это главный индикатор. И четвертое. Не принесу ли я этим делом соблазн для кого-либо? Когда ты ответил положительно, начинай делать. Тебе советчики не нужны. Ты больше советуешься с Богом. Притом все это на молитве. Ты решил вот это ответить? Переезжать? Не переезжать? Не знаю. Угол. Я вот встал. Покажу карман. Вот у меня карман. Я сейчас в карман залезу. Вытащи тут что-нибудь лежит. Переложил. Хотел показать. В костюме положил. Ехали. Лесовка. Щетки. Стоп. Ты должен все время с ними быть. Но мы одеваем на себя этот и костюм. Ты переложил. Она всегда со мной. Какая нужда? Я в угол. Вот поэты там какие мои стихи читают. Это где вы такие темы берете? Я говорю, у меня угол есть один. Красный называется. И у меня еще вот я по ним взбираюсь на небо. Спрашиваю Бога милости. Когда читают стихи, я в литературном институте считал, они даже не поверят, что такие стихи вообще-то и есть. Они все абсолютно библейского содержания. Но называется экстраполяция событий на сегодняшний день. Слово Божие живое и действие. Ты считаешь, что это про меня написано, а ты считаешь, что это про меня. Это Бог так дает. И тему ее нельзя придумать. Она просто приходит. Так как? Во время молитвы. Я молюсь, и приходится надо взять карандаш и быстренько первой строчке записать. А вот по поводу соблазна для ближних. Речь идет о семейной жизни. Ведь с одной стороны, действительно, я могу поступить так, как мне удобно в духовном плане, но в то же время быть соблазном для своих близких. По конкретному случаю, это соблазнник или не соблазнник еще. Тут должен быть духовный руководитель, если у самого не хватает. Побеседовать или смотреть. Вот допустим, оно кажется соблазном. Я побеседую с вашей женой, я ей объясню, и это ваше собой действие, которое вы делали, оно уже не для нее не будет соблазном. Она уйдет великое. Какого мужа мне Бог дал? А я-то что думала? То есть она вас будет встречать как царя, как наставник, как руководителя. А сейчас ты...